Это зенитно-ракетный комплекс «Патриот» — одна из самых мощных систем ПВО армии США. «Патриот» защищает от тактических, баллистических и крылатых ракет, самолетов, беспилотников и других воздушных угроз. ЗРК «Патриот» — это не просто одна установка, это сложный комплекс ПВО. Ее радар может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать 5 из них. Ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 2 километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров. Ракетная батарея может иметь 8 пусковых установок, каждая из которых содержит от 4 ракет. Впервые комплексы «Патриот» применили в операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Но тогда они не показали стопроцентной эффективности. За более чем 30 лет система была значительно усовершенствована. С 1989 года эти комплексы есть и у германского бундесвера. ФРГ намерены использовать их до 2030 года. Всего ЗРК «Патриот» находится на вооружении в 16 странах, например, в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Израиле, Японии, Южной Корее, Тайване и других. Стоимость установок в самой сложной модификации может достигать нескольких миллиардов долларов. Так, в 2017 году Румыния купила у США 7 ЗРК на сумму 3,9 миллиарда долларов. А годом позже два комплекса «Патриот» обошлись Польше в 4,75 миллиардов долларов. Это более четверти оборонного бюджета Польши на 2023 год. В 80-е годы, во времена Холодной войны, американские системы ПВО разворачивали в Европе для сдерживания СССР. Сейчас спрос на них возвращается. В последние годы все больше европейских стран просят США о поставках за РК «Патриот» на фоне роста нестабильности из-за войны в Сирии и политики России. Чтобы применить их в Украине, бойцам ВСУ потребуется как минимум месяц обучения. Они смогут быть дислоцированы только в новом году. Система очень сложная. Обучение займет в самой сжатой форме от месяца до шести недель. В чем ее преимущество? Батарея «Патриот» обычно состоит из четырех ракетных установок. Они обороняют скорее точки, нежели территории. Возможно, такая батарея будет оборонять центр Киева. Но сплошной защиты всей территории Украины она дать не сможет. Тем временем Россия в случае поставки этих систем Украине пригрозила последствиями. Настоятельно советуем тем, кто в Вашингтоне принимает решение, наконец прислушаться. Возможно, не к нам, но к самим себе. Мы хотим сделать правильные выводы из наших неоднократных предупреждений о том, что любые поставляемые на Украину оружейные системы, в том числе «Патриот» с соответственно обслуживающим персоналом, были и остаются законными, приоритетными целями для вооруженных сил России. Обучить украинцев обращению с «Патриот» должны будут американские военные. Тренинги, скорее всего, будут проходить на территории Германии. Продолжение следует...